Всем привет! Мы ведем сегодняшнюю съемку из Москвы, столиста нашей Родины. И хотим вам сегодня рассказать о том, какие транспортные средства используют продукции компании FFI. Буквально за 2-3 минуты мы покажем вам такое, чего вы никогда не видели. Сейчас я представлю вам хозяина транспортного средства, который мы попытаемся показать вам более крупным планом. Это Влад. И я попрошу тебя, Влад, рассказать о том, как ты начал пользоваться продуктом, что именно ты используешь, какой спектр продукции и какие есть результаты использования. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Решите мне представиться. Зовут меня Владислав Тверитнев. Я являюсь партнером компании FFI и счастливым владателем данного автомобиля Hammer H2, который был произведен в 2008 году, куплен в 2010 году. В данный момент я использую 2 вида продукта компании FFI. Это Boost, который добавляю в бензин, марка бензина 92 и, соответственно, капсы, которые добавляю в газ. Да, не удивляйтесь, на данном автомобиле стоит газово-баллонное оборудование четвертого поколения. При использовании Boost объем бака 121 литр. При первой добавке, первая дозировка была 11,5 мл, с первого раза у меня пошла экономия 25%. То есть при пробеге в 414 километров я сэкономил, то есть расход у меня был 68 литров. Нетрудно посчитать, что расход топлива составил 16,8 литра на 100 километров. При добавлении капса в газ, при первой дозировке было добавлено 2 таблетки. Объем газового баллона у меня составляет 193 литра. Я получил экономию 18%, что составило 34 литра газа. При последнем ТО было добавлено кондиционер масла. И, соответственно, результаты эти улучшились на 2-3% и по бензину, и по газу. Влад, скажи, пожалуйста, что изменилось после того, как ты начал пользоваться продукцией? Изменилась ли мощность, динамика, разгон? Как ведет себя машинка? Что ты почувствовал? Ну, я еще раз повторюсь, объем двигателя 6,2 литра по техпаспорту в машине 409 лошадей. Ощущение было такое, что в машине добавилось где-то порядка 30-50 лошадиных сил. То есть я стал чаще нажимать на педаль тормоза, потому что машина на холостых оборотах идет со скоростью 60-80 км в час по трассе. И иногда приходится притормаживать, для того, чтобы стрелки, которые стоят через каждые пару километров, просто-напросто не присылали мне с письма счастья. Вот. По мощности, ну, соответственно, если динамика увеличилась, соответственно, и мощность прибавилась у автомобиля. Ну, еще раз, 409 лошадей под капотом, это все-таки заставляет машину контролировать, соответственно, машина очень здорово прибавила. Влад, скажи, пожалуйста, а как ты вообще пришел к тому, чтобы начать бизнес-компанию FFI? Что тебя сподвигнуло? Сподвигнуло следующее. Когда выходит предложение приобретать по клиентской цене бутылочку Буста и за ту же самую стоимость. Да, вот она. Как раз вот. Девять моих заправок по бензину здесь видны. Вот она шкала. Сами можете себе представить. То есть я действительно добавляю этот продукт в этот автомобиль. Стоимость автомобиля, приобретенного в 2010 году по ценам российских, была 3,5 миллиона. Вы прекрасно понимаете, что у меня надписи «Идиот» на голове нет. Такими машинами не рискуют. Поэтому сомнений в применении данного продукта у меня не было никаких. Элементарное техническое образование у меня есть. Поэтому в применении данного продукта при первичном добавлении, при первичных дозировок у меня не было. Что в бензин, что в газ. Если вы боитесь рисковать своими машинами, которые вы приобретаете, то в принципе вы можете дальше ездить на этих машинах и не пытаться делать умное, так сказать, потребление топлива, которое с каждым днем и месяцем у нас может дорожать. Так оно и происходит. Оно каждый день дорожает. Дешевле не будет. И качества бензина тоже лучше не будет в ближайшие 100 лет. Если привести минимальный расчет, то могу вам сказать на примере своего автомобиля. 236 мл, которые здесь находятся, позволяют мне сэкономить с одной бутылочки 810 литров бензина марки 92. 810 умножьте на стоимость топлива в каждом регионе. И вы получите экономию с одной бутылочки грузда только на одной вот этой машине. От работав в государственных органах 25 лет и выйдя на пенсию с достаточным содержанием, я принял решение не сидеть дома на попе ровно, а решил продолжить свою работу, но уже в работе на себя, для того, чтобы достичь финансовой независимости. Единственную свободу, которую у нас невозможно отнять, это свободу передвижения. Для того, чтобы передвигаться, нужны какие-то средства. Для того, чтобы эти средства заработать, я стал партнером компании FFI, для того, чтобы стать успешным партнером, чего и вам желаю. Господа, при использовании продуктов фирм компании FFI, скоростные характеристики автомобилей увеличиваются. Поэтому не забывайте использовать привязные ремни, для того, чтобы сохранять вашу жизнь, для того, чтобы продолжать работать в этом замечательном бизнесе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова